МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из самых навязчивых исторических мифов является миф о том, что причиной революции 1905 года была нестерпимая жизнь народа, якобы угнетаемого русским самодержавием. Нам усиленно внушают, что кровавые события так называемой первой русской революции были спонтанными, что люди просто не могли больше терпеть своего положения и восстали против царизма. А так ли это было на самом деле? Не стояли ли за кровавым воскресеньем и боями на Красной Пресне заинтересованные в кровавом мятеже силой? И так ли уж стихийно была революция? И был ли нетерпим царский режим? Всякое упрощение, всякая примитивная трактовка событий, как правило, поверхностные и неточны. Россия не была отсталой, как это утверждают либералы и коммунисты. Империя Николая II была быстро развивающимся государством. Стремительно росла экономика, самыми быстрыми темпами в мире сооружались железные дороги, строились заводы и фабрики, тысячами открывались школы, непрерывно росло количество студентов. Царская власть всеми силами осуществляла индустриализацию страны. Проводилась политика государственного протекционизма, то есть поддержка отечественных производителей, ограничивавшая с помощью пошлин и квот ввоз иностранных товаров. В течение XIX-XX веков российское самодержавие являлось лидером модернизации, бесспорным проводником экономического прогресса в стране. Наибольшие успехи за всю историю России были достигнуты в два последних царствования при активном участии верховной власти и ее правительства. Миронов. Социальная история России. В царствовании государя-императора Николая II было спроектировано строительство крупных заводов на Урале и Дальнем Востоке, строительство Байкало-Амурской и железнодорожной магистрали, был разработан план электрификации всей страны, присвоенный позднее Лениным, а также был создан проект нефтепровода «Баку-Персидский залив». Темпы роста русской экономики с каждым годом лишь увеличивались. Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно, без установления коммунистического режима уже обогнала бы Соединенные Штаты. Гершин Крон. Из работы Ферро «Николай II». Нужно сказать, что одной из причин революции 1905 года была как раз не отсталости России, а скорее ее небывалая экономическая модернизация. Больше всего недовольна индустриализацией страны было дворянство. Дворянство, будучи, по сути, аграрным сословием, как и крестьянство, с ростом промышленного производства в России стремительно теряло свою роль и теряло рычаги власти. Дворяне открыто выступали против индустриализации государства еще и потому, что стремительно теряли свои земли, переходившие главным образом к крестьянам и новой буржуазии. В начало первой русской революции дворянство владело лишь 13% всех земель – рябов. Россия на рубеже 19-го и 20-го веков. Дворянство, не понимая необходимости индустриализации страны, перешло к политической оппозиции монархии. Между тем, нарождающаяся буржуазная олигархия, озабоченная личным обогащением, стремилась занять место дворянства, но русский царь, чувствуя это, ограничивал политическое влияние буржуазии. Государь Николай Александрович занимал примерно ту же позицию, что объявил в начале периода своего правления президент Путин – позицию равноудаления от власти всех групп населения – дворян, крестьян и даже великих князей. «Я не могу позволить моим дядям и кузенам вмешиваться в дела управления». Николай II из воспоминаний великого князя Александра Михайловича Романова. Мы видим, что один из мифов о причинах русской революции, миф о Николае II, как о человеке слабой воли, не справившемся с ситуацией в стране, оказывается просто информационным фантомом, сочиненным врагами нашей Родины и навязанным нам. Николай Александрович был человеком волевым, но воспитанным, что многие недалекие либо недобросовестные люди трактовали как слабость. Однако современники царя утверждали обратное. Он, царь, предпочитал увольнять в отставку лиц, переставших преследовать одну с ним цель – Масулов из работы при дворе последнего императора. Как мы видим, многие из причин, толкавшие различные группы населения на путь революции, были прямо противоположны тем, которые обычно приводят для объяснения того, почему произошла революция. Россия была не отсталой, а быстро развивающейся страной, что привело к зарождению крупной буржуазии, которая захотела власти. Индустриализация страны, осуществляемая императором, убивала дворянство как класс, и дворяне стали на путь революции. Сильный волевой характер царя, его независимость, привели в стан революции даже великих князей. Дворянство, особенно руководители губернского дворянства, стали причиной того, что народное земское движение, поддерживаемое и культивируемое царем, стало оружием революции. Дело в том, что предводители губернского дворянства сплошь и рядом совмещали свои должности с должностями председателей земских губернских управ. Когда на стол великого князя Сергея Александровича легли данные об участниках полулегального земского совещания, прошедшего в 1902 году в Москве, великий князь был поражен совмещением должностными лицами своих обязанностей с оппозиционной деятельностью. При этом представители земских губернских управ в большинстве своем были и предводителями местного дворянства. От Курской губернии председатель земской губернской управы князь Петр Дмитриевич Долгоруков. От Московской губернии князь Павел Дмитриевич Долгоруков. От Симбирской губернии князь Боротаев. От Бессарабской губернии барон Стуарт. Список участников земского совещания 1902 года. Та часть лидеров земского движения, что видела земство как местное самоуправление, стоявшее на славянофильских позициях и являвшееся подлинным земским движением, была оттеснена дворянской элитой, выступавшей против экономической перестройки страны. Господа вроде Петра Струва, Милюкова и Чечерина стали использовать земство как инструмент для борьбы с монархией. Благодаря их деятельности из земства фактически выросла революционная партия кадетов. В формировании конституционалистского западного крыла земства огромную роль сыграла масонская ложа Великий Восток Франции. Достаточно сказать, что из Петра Струва и по некоторым данным Милюков были членами дочерних лож Великого Востока. Мульт Атули. Император Николай II и революция 1905-1907 годов. Но как же так случилось, что русские люди, дворянство, аристократия, промышленники смогли пойти против своего царя и стать на путь революции? Причина тут не в изменившейся общественной и государственной обстановке. Не в том, что разошлись интересы дворянства и царя, капитала и царя, а в том, что русское общество раскололось внутри себя. Со времен Петра I, после упразднения патриаршества и насаждения протестантской идеологии, русская элита перестала быть национальной. Кровавые английской и французской революции сломали в Европе христианские гуманистические традиции. В результате безбожных кровавых переворотов были уничтожены миллионы ни в чем не повинных людей. Гильотины во Франции работали в период революции безостановочно. И вот в Россию вместе с модными масонскими ложами стали проникать и европейские революционные идеи. Впервые они открыто проявились в восстании декабристов, хотевших уничтожить всю царскую семью. Судя по русской правде Пестеля, господа гуманисты собирались покончить с православной церковью и отделить от России Польшу, Малороссию и Закавказьи. Прямой наследник декабристов Чаадаев писал «Вся наша история представляет собой лишь последовательную смену варварства, грубого суеверия и невежества и унизительного владычества завоевателей, следы которого неизгладимы». Петр Чаадаев Следствием активного антихристианства, основывающимся на масонских и атеистических взглядах, стала не просто ненависть ко всему русскому, не просто антигосударственная деятельность, а деятельность террористическая, кровавая и часто даже садистская. Западничество Чернышевских и Чаадаевых породило нигилизм Бакуниных и Нечаевых. Бакунин, выходец из старинного дворянского рода, стал звать Русь к топору, к мятежу, стень керази. Вот строки из катехизиса Нечаева, который был большим поклонником Бакунина. «В этой революции нам придется разбудить дьявола, чтобы возбудить самые низкие страсти. Революционер – человек обреченный. Все нежные чувства родства, любви, дружбы, благодарности должны быть задавлены в революционере. Все и вся должны быть ему ненавистны». Из катехизиса «Революционера» Бакунина и Нечаева. А вот отрывок из работы Бакунина «Принципы революции». Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы соглашаемся, что форма, в которой должна проявляться эта деятельность – яд, кинжал, петля и тому подобное. «Революция благословляет все в равной мере». Бакунин. «Принципы революции». В эпоху Александра III, жестко охранявшего статус-кво, терроризм и экстремизм будто бы затихли. Но стоило пришедшему к власти Николаю II начать активную внешнеполитическую деятельность, принять дальневосточную программу – программу строительства океанского флота, начать индустриализацию страны, попытаться провести земскую и земельную реформы, как тут же внешние враги государства приложили усилия для активизации всех антимонархических сил в России. Основной революционной силой на тот момент была партия эсеров. Движущей силой партии были Евно-Азеф, Гершуни, ГОЦ. Резинную долю своего финансирования на период пятого года партия получала от японской разведки, а также от международных еврейских организаций. Первым делом эсеров стало убийство 2 апреля 1902 года министра внутренних дел Сипягина. 29 июля 1902 года было совершено покушение на харьковского губернатора князя Аболенского. 6 мая 1903 года эсерами был убит уфимский губернатор Богданович. Все эти теракты были организованы лично Гершуни. Вскоре он был арестован, и тогда его место занял печально знаменитый Борис Савенко. Революция и контрреволюция мне все равно. Я жажду действия. Единственное мое желание это дать работу самодовольным бездельникам, которые слоняются на задворках без толка. Борис Савенков. Первым делом Савенкова стала организация убийства министра внутренних дел Плеве. 15 мая 1904 года Плеве был убит бомбой, брошенной в его карету террористом Егором Сазоновым. Подготовили Сазонова, Савенков и Азов. Напомним, что тогда шел четвертый месяц русско-японской войны. Можно сказать, что эсеры открыто перешли на сторону врага, работая на поражение собственной страны. Утром Гессе принес тяжелое известие об убийстве Плеве. Смерть была мгновенная. Кроме него убит его кучер и ранены семь человек. Николай II. Японские спецслужбы охватил восторг. Под давлением японской разведки и крупного американского капитала Азов и Савенков готовят в 1904 году покушение на министра юстиции Муравьева, великого князя Сергея Александровича, великого князя Николая Николаевича. 4 февраля 1905 года в Кремле террористом Каляевым был убит великий князь Сергей Александрович. Практика показала, что Мечаевский путь оказался чрезвычайно привлекательным. Чрезвычайно привлекательным и для эсеров, и для многих деятелей большевистской партии. И если говорить о преемственности Мечаевской традиции в русском революционном движении и о тех драматических событиях, которые происходили в России в период русско-японской войны, то мы вынуждены будем признать, насколько дух Мечаевщины, воспетый гениальным русским писателем Федором Михайловичем Достоевским в его знаменитом романе «Бесы», оказался популярным среди революционеров. Второй революционной силой становится РСДРП, российская социал-демократическая рабочая партия. Один из ее лидеров, Ульянов Ленин, писал «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора». Владимир Ильич Ленин В 1905 году Свердлов создает на Урале боевой отряд народного вооружения «Бонов». В ходе революции 1905 года боевики «Бонов» отличаться особо. Так один из будущих палачей царской семьи Ермаков, убив полицейского отрежет ему голову. Боевик Смирнов, заподозрив жену в том, что она его выдала, собственноручно расстрелял ее. Боевик Мячин грабил поезда с деньгами и нападал на самарских артельщиков, то есть на тех самых рабочих, ради блага которых якобы делалась революция. Опирались внешние силы, желавшие дестабилизировать ситуацию в стране и на националистов всех мастей. Так в княжестве финляндском шведская партия, игравшая большие роли в финском правительстве, в отличие от финской прорусски настроенной партии, была ориентирована сепаратистски и всячески поддерживала террористические организации, например, партию активного сопротивления Целиакуса. Целиакус был главным посредником между японской разведкой и революционными организациями России. Активно с японцами работали Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский, лидеры польских революционеров. После реализации Николаем Вторым дальневосточного проекта, заключавшегося в развитии Сибири и Дальнего Востока, строительства Транссиба и развития незамерзающей гавани на Квантуни в Дальнем и в Порт-Артуре, Япония взяла курс на войну с Россией. Страна восходящего солнца была активно поддержана Англией, заключившей с ней военный союз в 1902 году. С началом русско-японской войны, начавшейся в январе 1904 года, открыто поддержали Японию и Соединенные Штаты. Я, как только эта война разразилась, довел самым вежливым образом до сведения Германии и Франции, что в случае антияпонской коалиции в союзе с Россией я тотчас встану на сторону Японии и не остановлюсь в дальнейшем ни перед чем, что кажется нужным в ее интересах. Президент Соединенных Штатов Америки Теодор Рузвельт. С 1903 года агент японской разведки полковник Акаси стал работать с российскими революционными организациями. Первые контакты Акаси установил с финскими оппозиционерами. Через Целиакуса полковник вышел на польских социалистов и на эсеров, а также на грузинских федералистов и на армянскую революционную организацию Дашнак Цутюн. В 1904 году польские революционеры Пилсудский и Дновский получили в Токио в Японии на революционную деятельность 20 тысяч фунтов стерлингов от японских властей. В этом же году через Веру Засулич полковник Акаси устанавливает связь с Лениным и Плехановым. С 4 января 1904 года Ленин начинает на японские деньги издавать газету «Вперед». В июне 1904 года, незадолго до Ляоянского сражения, полковник Акаси встречается с представителем грузинских революционеров господином Деканозовым, возглавляющим революционную организацию Сакар Твелл. Встречается он также с графом Ларис Меликовым, возглавлявшим армянскую революционную организацию Дашнак Цутюн. Встречу организует финн Целиакус. На ней договариваются об организации военного восстания на Кавказе. Благодаря усилиям русского разведчика Манусевича Мануйлова в окружении полковника Акаси был внедрен русский агент. Вот отчет лидеров финских революционеров господина Целиакуса о расходовании средств. Выданных ему полковником Акаси. А отчет этот был добыт русской разведкой. Для эсеров 4000 ружей, 5000 ружей для грузинской революционной партии, 8000 ружей для Финляндии, 5000 ружей для польской социалистической партии. Всего 23000 фунтов стерлингов. Из книги «Изнанка революции». В 1905 году Целиакус покупает на японские деньги пароход «Джон Графтон» и дважды на этом корабле успешно перевозится партия оружия в Финляндию. Третий рейс оказался неудачным. Пароход сел на мель и был взорван. На Черном море на корабле «Сириус» было перевезено в Порт-Поте 8500 винтовок, 2 миллиона патронов для грузинских и армянских революционеров. Немалую роль для революции сыграл и старообрядческий капитал. Те миллионы, какие отчислялись Морозовым, Мамонтовым на русскую революцию, они, безусловно, были вызваны не тем, как часто изображали такими дурачками, меценатами, которые просто любили большевиков, а совершенно целенаправленной политикой раскольничьих сект по уничтожению российской монархии. Не будем забывать, что Максим Горький и его любовница Андреева, которая была выходцем из раскольничьих кругов, ездили по Соединенным Штатам и по Америке и собирали деньги со всех сект такого, так называемого протестантского толка на русскую революцию. В финансировании революции важную роль сыграли крупные американские банкиры. Также имелись соглашения о финансировании японского правительства в войне с русским правительством в попытке ослабить монархию и тем значительно облегчить задачу большевиков. В Нью-Йорке Якоб Шиф, Морган, Фёст Нэйшнл Банк, Нэйшнл Сити Банк судили Японию около 30 миллионов долларов для нападения на русское правительство с Востока. Ральф Эперсон. Невидимая рука. Русской разведке в 1905 году удалось достать стенограмму встречи пяти американских миллиардеров. На этой встрече было решено поддерживать русскую революцию. Деньги были даны Исааком, Мортимером, Шустером, Руном, Леви и Якобом Шифом. Николай II попытался договориться с американским банковским капиталом о прекращении финансирования революционеров. По поручению царя Сергея Витте, близкий родственник Блаватской, используя свои связи в еврейской среде, вышел на председателя американского еврейского комитета Якоба Шифа. Но на предложение отказаться от поддержки революции Шиф ответил категорическим отказом. Дело зашло слишком далеко. И вообще о мире с Романовыми не может быть и речи. Якоб Шиф. Из работы Элизабет Хериш. Николай II. Говорить о стихийности революции, исходя из всего вышеизложенного, представляется невозможным. Мощные внешние силы, опираясь на внутреннюю проблематику в России, планомерно вкладывали огромные средства в раздувание страшного революционного пожара. Интересно, что революционеры сорвали все реформы в стране. Государь хотел расширить роль земского самоуправления, но революционеры превратили земство в органы саботажа. Император хотел провести земельную реформу, но крестьянские мятежи в Малороссии, организованные эсерами, сорвали и эту программу. Император начал мощную индустриализацию, без которой наша страна обрекалась на техническую отсталость и гибель. Но дворянство в ответ подалось в революцию. Причина всего этого была проста и глубока. Русское общество, став светским, стало искать лишь своих сословных выгод, наивно полагая, что в выполнении желаний поможет революция. Русский же царь, оставаясь православным государем, видел смысл своей жизни в служении близким, под близкими понимая население своей страны. Николай II, в отличие от многих великих князей, вступивших в масонство, либо увлекшихся спиритизмом и оккультизмом, с самого своего детства и до смерти оставался человеком, для которого понятие совести было определяющим всю его жизнь. Вот что вспоминает о царе друг его детства Олингрен, описывая переживания юного цесаревича в Великую Пятницу, накануне Пасхи, в день распятия Спасителя. В пятницу был вынос плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Он на весь день делался скорбным и подавленным, и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Он часто говаривал, сжимая кулаки, «Эх, не было меня там, я бы им показал». Особенно Никки ненавидел Пилата, который мог спасти и не спас. Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Никки и плача скорбно сказал, «Мне жалко, жалко Боженьку. За что не его так больно?» Стоит сказать, что революция 1905 года не была просто революцией. Это было спланированное извне террористическое нападение на нашу страну. Нападение это, к сожалению, опиралось на внутреннюю разобщенность, царившую в России. Разобщенность, имевшую свои корни, в потере элиты чувства национального единения. В такой ситуации внешнее нападение всегда бывает очень опасным. События 1905-1907 годов, оплаченные Японией, Шифом и Ротшильдами, приведут Россию к поражению в русско-японской войне. Наша страна будет побеждена не самураем, ведущим бой с мечом в руках, а наемным убийцей, наносящим удар в спину. Чтобы понять суть событий того времени, лучше всего сравнить облик революционеров и тех, против кого они боролись. Взглянув в лица этих людей, мы поймем, кто был прав и кто виноват. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok